Наш эфир продолжает информационно-аналитическая программа «Тема в деталях». В студии работает Наталья Залеская. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об изменениях в законодательстве, касающихся налогообложения индивидуальных предпринимателей. И в гостях у нас начальник управления информационно-разъяснительной работы Инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Гродненской области Эйсмот Ирина Ивановна. Здравствуйте! Здравствуйте! Ирина Ивановна, какие именно изменения предусмотрены для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2019 года в исчислении единого налога? С 1 января 2019 года вступила в силу новая редакция налогового кодекса. И действительно, в части индивидуальных предпринимателей предусмотрены некоторые изменения. В частности, я хотела бы вначале остановиться на порядке налогообложения индивидуальных предпринимателей в части единого налога. По единому налогу с индивидуальных предпринимателей с 2019 года произошли изменения в части самих ставок. Ставки налога установлены в 2019 году приложением номер 24 к налоговому кодексу. В отличие от ранее действующих ставок, эти ставки установлены конкретно по видам деятельности. Ранее ставки были установлены налоговым кодексом в базовых величинах, то есть были предусмотрены как нижние, так и верхние пределы этих ставок. И местные советы депутатов базового уровня, в частности Гродненский областной совет депутатов, в пределах этих базовых ставок устанавливал конкретные ставки по видам деятельности на территории Гродненской области. В отличие от прошлого года, ставки единого налога установлены налоговым кодексом 2019 года, как показывает анализ, некоторые больше, некоторые меньше. Но хочу обратить внимание, что законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь установлены переходные нормы на 2019 год, Которыми установлено, что индивидуальными предпринимателями, плательщиками единого налога, ставки единого налога за январь месяц применяются в размерах, установленных решением Гродненского областного совета депутатов номер 20 от 14 мая 2018 года. То есть это те ставки, которые действовали в декабре 2018 года. Что касается ставок, которые будут действовать начиная с февраля 2019 года и до конца 2020 года, здесь индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога будут применять ставки наименьшие, или те, которые применяли по решению областного совета депутатов в декабре 2018 года, или же те ставки, которые предусмотрены новой редакцией налогового кодекса, то есть те, которые предусмотрены начиная с 2019 года, именно наименьшие ставки. То есть сейчас, скажем так, можно сказать, такой бонус есть небольшой, да, не высокая ставка выбирается, а наоборот, та, которая наименьшая, я так понимаю. А может быть тогда скажем, какие есть ставки единого налога, но может быть не для всех видов предпринимательской деятельности, потому что там такой невероятно обширный список, может быть самые интересные, самые популярные виды деятельности, каковы там ставки? Ну, наверное, среди плательщиков единого налога самой большой популярностью пользуются розничной торговлей непродовольственными товарами. Так вот, можно привести пример, что ставка единого налога по решению областного совета депутатов в городе Гродно составляет 89 рублей, а по налоговому кодексу, приложению номер 24, ставка составляет 100 рублей. Естественно, в этом случае на территории города Гродно, начиная с февраля 2019 года, будет действовать наименьшая ставка. В данном случае 89 рублей, но это в случае осуществления торговли на рынках. Розничная торговля непродовольственными товарами в торговых объектах установлено решением областного совета депутатов в 2018 году в размере 115 рублей в месяц, а ставка по кодексу 111 рублей, и, простите прощение, 100 рублей. То есть в этом случае меньшая ставка не по решению областного совета, а по кодексу. И именно розничная торговля иными непродовольственными товарами, начиная с февраля месяца и до конца 2020 года, будет действовать в размере 100 рублей в месяц. Но хочу обратить внимание, это в том случае, если не будет произведена корректировка местными советами депутатов, областным советом депутатов этих ставок, которые установлены налоговым кодексом. То есть можно сказать, что у нас областной совет депутатов на данный момент имеет, скажем, такое полномочие увеличивать либо уменьшать ставки единого налога. Я права? Да, я хотела обратить внимание, что в этом году областной совет депутатов только уменьшает, но не более, чем в два раза ставки единого налога. То есть фактически получается, что начиная с февраля, индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, применяют наименьшую ставку. И даже в том случае, если ставки, которые предусмотрены налоговым кодексом, будут в этом году или в следующем уменьшены областным советом депутатов, то все равно при применении ставки единого налога по конкретному виду деятельности индивидуальный предприниматель сможет выбрать наименьшую ставку. Та, которая ему более выгодна. Та, которая ему более выгодна. Или по решению, которое действовало в 2018 году, или по ставке по кодексу с учетом вновь принятых, если такие решения будут приняты, ставок, которые будут установлены областным советом депутатов. А вот повлияли ли принятые решения на налоговое администрирование в части предоставления деклараций? Ну, конечно. Во-первых, я хотела обратить внимание, что ранее список видов деятельности, перечень видов деятельности, которые могут осуществлять индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога, он был закрытым. То есть индивидуальные предприниматели могли уплачивать единый налог только по конкретным перечисленным видам деятельности. С этого года перечень видов деятельности, там предусмотрен новый вид деятельности, иные работы и услуги. То есть список все-таки стал открытым? То есть этот перечень, да, не закрытый, он открыт. Значит, и большее количество индивидуальных предпринимателей сможет уплачивать единый налог. По иным видам работы и услуг в городе Гродно предусмотрена ставка 114 рублей в месяц. Значит, кроме того, хотела обратить внимание, что в новой редакции налогового кодекса существенное внимание уделено именно упрощению налогового администрирования. То есть, если, например, в прошлом году индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога могли выбрать или представлять декларацию ежеквартально или ежемесячно, то с этого года индивидуальные предприниматели представляют декларацию ежеквартально, а уплата единого налога производится ежемесячно до первого числа месяца, в котором индивидуальный предприниматель планирует осуществление деятельности. Также хочу обратить внимание, что, как и ранее, сохранился порядок доплаты единого налога в размере 5% от превышения выручки индивидуального предпринимателя, плательщика налога над 40-кратным размером ставки единого налога. Так вот, если в случае, если индивидуальный предприниматель, у него появилось такое превышение, то в прошлом году доплату от этого превышения индивидуальный предприниматель производил помесячно и помесячно представляло декларации. А в этом году уже индивидуальные предприниматели в этом случае представляют декларацию ежеквартально и ежеквартально производят доплату единого налога. Любопытное изменение. Скажите, пожалуйста, вообще, насколько принятые нововведения, которые были приняты с 1 января 2019 года, выгодно предпринимательскому сообществу? Ведь предполагается, что изменения в налоговом законодательстве должны быть направлены именно в эту сторону. Действительно ли они выгодны и насколько? Ну, вы знаете что? В общем-то, изменения, конечно, они направлены прежде всего на то, чтобы плательщик мог исполнить свои налоговые обязательства в полном объеме. В этой части хочу обратить на такой очень существенный момент, как то, что если раньше плательщики, индивидуальные предприниматели, плательщики единого налога могли применять в части перечисленных видов деятельности только единый налог с индивидуальных предпринимателей и не могли применять другой порядок налогообложения в части оказания услуг физическим лицам, то, начиная с этого года, индивидуальным предпринимателям, плательщикам единого налога предоставлено право и выбор. То есть они могут применять как единый налог с индивидуальных предпринимателей, так и перейти на упрощенную систему налогообложения и также применять общий порядок налогообложения. Единственное условие, например, при переходе на упрощенную систему налогообложения, можно даже с 1 января 2019 года, в том случае, если выдержан критерий выручки индивидуального предпринимателя, это не более 152 тысяч рублей за 9 месяцев 2018 года и до 31 января 2019 года будет таким индивидуальным предпринимателем, который захочет перейти на упрощенную систему налогообложения, подано уведомлением налоговый орган о переходе на упрощенную систему налогообложения. В этом случае, даже если индивидуальный предприниматель уплатил единый налог уже за январь месяц, он имеет право подать уточненную декларацию и применять уже с 1 января 2019 года упрощенную систему налогообложения. Давайте немножко подробнее здесь остановимся. То есть, насколько я понимаю, раньше упрощенную систему налогообложения могли использовать только конкретные индивидуальные предприниматели, занимающиеся какими-то определенными видами деятельности. И этот перечень был определен законодательно. То есть теперь, с некоторыми оговорками, любой индивидуальный предприниматель имеет право использовать не единый налог, а так называемую упрощенную систему налогообложения. Единственное, есть ограничения по количеству получаемого дохода, либо нет такого ограничения. Есть ограничения. Так, ограничения. То есть, если индивидуальный предприниматель получает доход свыше 150 тысяч? Нет, немножко не так. Не так. Значит, во-первых, я хочу сказать, что на сегодняшний день упрощенная система налогообложения является наиболее популярной, особенно среди предпринимателей. На сегодняшний день в Гродненской области более 50% индивидуальных предпринимателей применяют именно упрощенную систему налогообложения. В части индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения действуют как бы два условия. Вот 152 тысячи рублей – это условие для перехода индивидуальных предпринимателей уже с 1 января 2019 года на применение упрощенной системы налогообложения. в том случае, если вот этот критерий – 152 тысячи белорусских рублей, не более этой суммы получена выручка за 9 месяцев 2018 года. А сам критерий, который не должен превышать индивидуальный предприниматель, плательщик налога при упрощенной системе налогообложения, составляет 420 тысяч белорусских рублей за 2019 год. В отличие от прошлого года, где был критерий – 202 тысячи 700 рублей. То есть фактически критерий, который позволяет индивидуальному предпринимателю применять упрощенную систему налогообложения, вырос более чем 2 раза. То есть более чем 2 раза можно получать выручку большую и остаться на применении упрощенной системы налогообложения. Ну вот у нас буквально 30 секунд. Скажите еще, пожалуйста, где конкретно можно проконсультироваться по вопросам налогообложения и новым изменениям? Где можно получить нужную информацию? Конечно, нужную информацию можно получить в налогоинспекции по месту регистрации. Хочу обратить внимание, что у нас по физическим лицам в этом году реализован экстерриториальный принцип обслуживания. То есть физические лица могут обратиться в любую инспекцию по месту, там, где, скажем, он находится в данный момент. И в дальнейшем этот принцип будет работать и для индивидуальных предпринимателей, и для организаций. Но учитывая, что, конечно, в основном из организаций индивидуальные предприниматели в основной массе у нас применяют электронное декларирование, в общем-то, как бы сделать это и так несложно. Спасибо огромное за участие в программе. К сожалению, наше время истекло. Напомню, это была программа «Тема в деталях». Сегодня мы говорили об изменениях в законодательстве, касающихся налогообложения индивидуальных предпринимателей. Смотрите нас на телеканале «Беларусь4», а также на сайте tv-grosno.by. В студии работала Анталия Залеская. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова